Учащиеся 5-го К-класса 4-й школы прошли торжественное посвящение в кадеты. Ребята дали клятву соблюдать устав школы и кодекс чести кадета, быть достойным примером гражданина России, уважительно относиться к товарищам и старшим, а также воспитывать в себе волю и характер, быть честным и дисциплинированным. Все подробности далее. Второй год в кадетском классе учится Сабина. Девочка мечтает работать в структуре МВД, поэтому ее не пугает ни строевая подготовка, ни дополнительная нагрузка в школе. Мне нравятся в кадетском классе друзья и как мы шагаем. И очень интересно. У вас совершенно другая программа, у вас больше уроков, да? Вы в школе больше времени проводите. Насколько для тебя это нагрузка подходит? Нормально. Ну, уроки-то они сложные, но они полезные. По стопам старшей сестры пошла и Альбина, а для нее кадетская жизнь только начинается. Ну, я хочу быть потом, ну, полицейским. Как сестра старшая? Ну, да. А что еще нравится в кадетской жизни? Ну, общаться с друзьями, играть, ну, учиться. Ну, французский язык. Строевая подготовка, юно-спасатель, уроки. Это все нравится тебе? Да. Сегодня Альбина и еще 20 пятиклассников дали клятву достойно носить звание кадета и быть примером для подражания. Присягаю на верность традициям, заветам кадетского братства и торжественно клянусь. Свято соблюдать устав школы и кодекс чести кадета. Клянусь! Настойчиво овладевать знаниями во благо своего народа и могущества российского государства. Клянусь! Результаты настойчивого овладевания знаниями будут заноситься в зачетную книжку, которую пятиклассникам вручили на церемонии посвящения в кадеты. Надеемся, что своей хорошей учебой и примерным поведением вы будете достойны почетного звания кадет школы номер 4. Первый кадетский класс в школе номер 4 появился в 2013 году. Сегодня его выпускники тоже присутствовали на торжественной линейке. Среди них студент Ненецкого аграрно-экономического техникума Артем Беляев. Пять лет кадетской жизни не прошли для него даром. Прежде всего это патриотическое воспитание. Были дополнительные занятия. Мы сидели до 4 часов бывало в школе. Мы занимались строевой подготовкой. Этика у нас была, право. Мы танцевали, учились в вальс. И на протяжении 5 лет мы все это, так сказать, опуздали. Мы выезжали на всероссийский слет кадетов и занимали там призовые места. Ну, было гордо выступать на поклонной игре в городе Москва. Сегодня в 4-й школе две группы кадетов общей численностью 48 человек. Они и такие же мальчишки и девчонки, как и их сверстники, только в форме. Кадетские классы становятся популярными не только среди мальчишек, но и девчонок. Не обязательно, что все они потом станут военными, но воспитание здесь получат особое. Что больше всего нравится в кадетской жизни? Ну, выступать, еще уроки мне нравятся французские, вот это норка. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ну, пока что не знаю. В кадетском классе мне нравится, что везде ездить выступать, дополнительные уроки. И тут приходят дети из других классов, собираются из всех школ. И поэтому я пошла в кадетский класс. Завершилась торжественная церемония посвящения в кадеты вручением знамени кадетского класса. И, общем, фото на память. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.